Чаптор 4. В поисках сокровища. In search of the treasure. На часах три. Три часа ночи. Дома тихо. Виталик слышит только один звук. Звук часов на кухне. Это раздражает. Он выключает их. Так лучше. Можно подумать. Он закрывает глаза. Завтра важный день. Почему ты не спишь? Он оглядывается. Его жена проснулась. Она в халате. Халат грязный. Её волосы грязные. Но она такая красивая. Завтра он улетит. Он спрашивает себя. Я вернусь. Я увижу тебя снова. Тебе рано вставать завтра, говорит Лена. Не важно. Я не усну. Хочешь, я останусь с тобой? Нет-нет. Дети завтра дома. Отдохни. Хорошо. Разбуди меня утром. Я провожу тебя. Виталик снова один. Он принял решение. Он уверен. Оно правильное. Он включил часы. Уже 4 часа утра. Виталик не уснёт сегодня. Так лучше. Виталик открыл журнал. Старый журнал. Книги и журналы в 23 веке. Только в музеях. Этот журнал подарил ему прадедушка. Конец света. Век назад. Какие были варианты? Виталик улыбнулся. Это была грустная улыбка. Ну, давайте. Удивите меня. Сказал он вслух. Зомби-апокалипсис. Инопланетяне. Атомная война. Вирус. Монстры. Ошибка, ребята. Виталик снова улыбнулся. Снова грустно. Конец света. Близко. Не будет зомби-апокалипсиса. Не будет инопланетян. Не будет атомной войны. Не будет вируса. Не будет монстров. Это началось пять лет назад. Великое открытие. Великое открытие великого учёного. Мир был счастлив. Много людей — одна тема для разговора. Африканский учёный изобрёл вещество. Волшебное вещество. Можно взять любой металл и превратить его в золото. Абик-де-Реба стал героем. Героем своей маленькой страны. Вскоре Африка стала одной страной. Самая богатая страна в мире. Золото не принесло счастья. Золото принесло горе. Принесло войны. Многие хотели украсть вещество. Многие хотели запретить его. Богатые люди становились богаче. Бедные люди становились беднее. Но это была не самая большая проблема. Люди увлеклись золотом. Люди увлеклись деньгами. Поэтому они поздно заметили проблему. Вещество превращало любой металл в золото и давало новое вещество. Очень опасное вещество. Оно убивало всё. Учёные поздно заметили это. Вещество выбрасывали в море. Как всегда. Море большое. Океан большой. Океан бесконечный. Он принял наш пластик. Он принял наш мусор. Он принял нашу нефть. Он примет это вещество тоже. Ошибка. Вода стала грязной. Вода стала ядовитой. Озёра, реки, моря, океаны. 90% воды умерло. Навсегда. Учёные искали решение. Они хотели очистить воду. Бесполезно. Новое вещество было бессмертным. Почти вся вода стала бесполезной. Пить её опасно. Мыть посуду опасно. Стирать одежду опасно. Чистая вода стала новой валютой. Хотя чистой воды не было. Только относительно чистая. Абигдареба нашёл решение. Временное решение. Он делал относительно чистую воду. Эта вода стала новым золотом. Новой валютой. Самой дорогой валютой. Но она была грязной. Всё равно грязной. Люди болели. Люди умирали. Вещество убило промышленность. Вещество убило экономику. Вещество убило планету. Космос — последнее решение. Марс, Луна, Сатурн. Люди были там. До вещества. Люди были на всех планетах. На всех планетах солнечной системы. Они нашли металлы, драгоценные камни и новые вещества. Но не в воду. Пять лет назад это было неважно. Сегодня это важно. Люди отправляли дронов. Они летали в другие галактики. На другие планеты. Вскоре все дроны сломались. Строить новые у людей не было ресурсов. Тогда в космос полетели космические корабли с людьми. Многие корабли не вернулись. Некоторые вернулись. Без хороших новостей. Большая планета — только три корабля. Да, осталось только три корабля. Последний шанс человечества. Был еще один корабль. Для тех, кто полетит жить на новую планету. Завтра Виталик полетит искать в воду. Он не космонавт. Не осталось профессиональных космонавтов. Было одно условие. Относительно здоровый человек. Не было здоровых людей. Космический корабль — сложная вещь. Виталик — инженер. Ему дали инструкции. Он изучил корабль. Он готов. Зачем он летит? Да, он хочет спасти планету. Но это не главное. Семьи космонавтов получат воду. Относительно чистую воду. На год. Целый год с водой. Но это не все. Если они найдут воду, его семья улетит на новую планету. Виталик снова посмотрел на часы. Пора. Он зашел в спальню. Она грязная. Сейчас все грязное. Это не важно. Завтра его жена и трое детей получат воду. Лена просила разбудить ее. Нет. Он не разбудит. Зачем? Лена будет плакать. Он поцеловал жену и детей. Поцеловал крестик на своей груди. Крестик деревянный. Виталик ненавидит золото. Их было трое. Они летели полгода. Немного для другой галактики. Десятки планет. Ни капли воды. «Виталик, Сергей», — сказал однажды капитан. «У меня вопрос. У нас мало топлива. У нас два варианта. Вернуться домой или лететь на еще одну планету. Только одну. Они молчали. Долго. Вернуться домой. Увидеть семью. Жизнь с ними. Счастье для Виталика. Но долгая жизнь. Нет. Это точно. Они живы. Он знал это. У них была связь. Нет смысла», — сказал Виталик. «Летим на еще одну планету». Сергей и капитан согласились. «Еще полгода. Полгода до пустой планеты или полгода до планеты с водой. Полгода до жизни или полгода до смерти. Они найдут воду. Они останутся на этой планете и будут ждать корабль. Они не найдут воду. Они останутся на этой планете и умрут». Виталик не сказал Лене. Он скажет. «Потом». Они приземлились. Они вышли из корабля. Они поняли все сразу. Виталику было 40 лет. Он плакал, как ребенок. Он упал на землю и плакал. Капитан отправил сообщение на землю. «Воды нет. Только золото. Много золота. Повсюду. Есть новости с других кораблей». Краткое содержание истории. 23 век. Ученый изобрел вещество. Это вещество превращает любой металл в золото. Но оно производит еще одно вещество. Оно ядовитое. Люди выбрасывали его в океан. Вскоре вся вода стала опасной. Ученый изобрел новое вещество. Оно делало воду относительно чистой. Но этого недостаточно. Люди ищут воду на других планетах. Вскоре на Земле остается три космических корабля. Виталик летит на таком корабле искать воду. Через полгода у них два варианта. Вернуться на Землю или лететь еще на одну планету. Топлива хватит только на один вариант. Они летят на последнюю планету. Там нет воды. Там много золота. Суммary of the story It's the 23rd century. And a scientist has invented a substance. This substance turns any metal into gold. But it produces another compound, which is poisonous. People begin to throw it away into the ocean. Soon, all the water becomes dangerous. The scientist invents a new substance. It makes water relatively pure. But it's not enough. People are looking for water on other planets. Soon, there are only three spaceships left on Earth. Виталик is flying on this ship to look for water. In half a year, they have two options. Go back to Earth or fly to another planet. The fuel will be enough for one option only. They fly to the last planet. There is no water there. However, there is a lot of gold.